всем привет вы на канале риэлтор лайф и я владимир чмеленко я заняюсь не только недвижимостью но и владеющим автомобилем дико черри 7 pro 2021 года и периодически о нем выкладываю видео которые надеюсь вам полезны также мои видео полезно связаны с недвижимостью но в этом видео речь пойдет об автомобиле и я обещал записать этот ролик вот у меня наконец-то руки дошли до этого суть следующем с момента приобретения автомобиля у меня были неприятности с вариатором и я думаю что они закончились после того когда его сделали заменив гидромофту в течение 28 дней на 10 тысячах километров пробега это все происходило в итоге мне отдали автомобиль скале все классно все замечательно все без вопросов пользуйтесь ездите все потестировали все сделали 28 дней ожидания у вас прошли поверьте не зря окей но через пять тысяч километров началась даже самая история начал выскакивать чек двигателя ошибка работы вариатора тут же набрал дилера сказал об этой ситуации почесали голову сказали да наверное вам надо подъехать вопрос поколе пользоваться дальше так можете ну что ж дилер сказал наверное он знает о чем идет речь тем более этот вариатор для него уже должен быть как родной за 28 дней и в итоге в итоге я записался на ближайшую дату к сожалению достаточно трудно записаться на сегодня на завтра то есть там запись на 45 и даже с такими вот обращениями а в итоге по совету дилера я продолжил езду в аккуратном режиме естественно каждый день держа руку на пульсе чтобы ни до кого что-то не случилось учитывая что в прошлый раз да вот говорят датчик это ни на что не влияло просто вот выдавался сигнал так думаю они предполагали и в этот раз но через ну чтож заводим смотрим время 1254 ничего не горит загорелся чек до этого горела еще ошибка коробки передач но сейчас не горит что ж поедем будем смотреть что будет дальше пробег у нас 14528 записались на четверг 21 число на полную глубокую диагностику чтобы выявить что у нас опять но через два дня у меня еще до записи оставалось два дня случился коллапс коллапс вариатора и вырезался в следующем видео чуть дальше вставлю или может быть на пол экрана выведу его записал как это все происходило вариатор начал вообще прямо работать неестественно появился какой-то жуткий шум машины перестала тянуть итак у нас вторая часть марлизонского балета загорелся чек двигателя и чек работы коробки передач на сто я заехал записали только на четверг сказали никаких критических ошибок нет ездить но вот не прошло и суток езда к сожалению на данной машине невозможно сейчас стоит машина на d обороты у нас 1000 с педали ноги сняты машина даже не трогается не едет хотя по идее она должна ехать бензин сейчас на минимуме поеду заправлю 95 хотя до этого заправился 92 потому что на и стол сказали что эти чеки вполне возможно загорелись исключительно только из-за топлива ну вот я давлю на газ что-то будит машина такое ощущение как будто ее кто-то держит никуда не едет плюс что-то какие-то звуки идут в коробки передач стоит на d и как бы я боюсь уже как бы дело не закончилось эвакуатором вот я почти педаль в пол а у нас скорость 8 километров и в общем то все после 26 километров ну что-то какая-то динамика появляется вроде как едет но как телега других меня вопросов нет обороты вроде нормальная но вот после 60 началось какое-то ускорение что-то едет но я очень боюсь ехать на ней и так вот у нас теперь вот такая история загорелась короче понюхал вроде ничем не воняет надо как-то мне добираться блин до сервиса вот в общем то мы приехали к официальному дилеру на тележке посмотрим сколько не в этот раз справятся все как требует инструкция бумажная остановились эвакуатор приехали тут же опять звонок дилеру что вот такая вот беда они начали грешить на то что наверное у вас беда с топливом поэтому она не тянет мгновенно начал направлять свое движение в сторону заправки заправил 95 самым лучшим бензином на рост нефти как мне было сказано и после чего через два километра вот этих вот тырканье пырканье и жутких звуков выскочила ошибка которую вы увидите на видео это то что температура вариатора критично немедленно остановитесь что я в принципе и сделал опять очередной звонок дилеру и доведения данной обстановке ну здесь как бы уже у них вариантов не было что мне предложить приезжайте к нам но не сами естественно на эвакуаторе учитывая что мне не дали карту помощи на дорогах не знаю до сих пор почему я вызвал эвакуатор прибыл в автосервис и отдал им автомобиль после чего он был в отпуск и в течение 8 дней происходила история с исправлением ошибок вариатора которая закончилась тем что вариатор был призван признан 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 дефектованным и соответственно подлежит замене за счет производителя вот здесь я был удивлен на самом деле потому что замена датчика выяснения гидромуфты заняло 28 дней согласование выявление что вариатор дефектно согласование с официальным представительством получения этого вариатора и замена заняло у дилера всего 8 дней что вот здесь вот в этой ситуации хотя конечно не очень она приятная но меня порадовало потому что я приехал из отпуска сразу с аэропорта приехал к дилеру забрал автомобиль и на текущий момент после этой ситуации я проехал две тысячи километров две с половиной тысячи километров пока вопросов нареканий нету и даже обратил внимание что наверное это было изначально понятно потому что на первых видео которых я писал говорили что достаточно шумно в автомобиле вот сейчас я ехал со скоростью 120 130 километров по кольцевой и надеюсь что мы здесь меньше потому что на мои личные ощущениям просто вот совершенно другой формат работы вариатора то есть работает тихо спокойно единственное что меня немножечко может быть я здесь уже обжать на вариаторе начинаю слишком паниковать мне кажется внизу на нижних оборотах при трогании при торможении при скорости меньше 20 километров оборотах в районе 1800 мне кажется вариантов подергивает мне так кажется не знаю сейчас будет то 20 я обращу внимание на этот момент чтобы мне еще раз его продиагностировали посмотрели проверили подтвердили что я стал мнительным после этих двух случаях но тем не менее я это сделаю вот такая история у меня произошла хотел бы владельцам будущим владельцам тига через 7 pro если у них будут такие вопросы что достаточно шумно работает короб вариатор что вот выскакивают эти чеки тут же обращаться к дилеру долбить его чтоб они там уже учитывая мой опыт проверили гидромуфту датчики и в общем-то рассмотрели вопрос что там с вариатором надеюсь это единичный случай что это да вот так произошло такой вот заводской брак данного агрегата в моем автомобиле но если вдруг у кого-то такая история будет если это вдруг там не единичный случай и что-то пошло не так в тот день на заводе и есть еще автомобили с такими же проблемами вот используйте мой опыт поэтому такая ситуация вам спасибо за просмотр видео я в середину данного видеоролика как это происходило когда выглядело на панельной приборе на панельной доске и соответственно по звукам в автомобиле мои комментарии вставил вам успешного владения автомобилем вам без аварийного и без ремонтного его использования на самом деле автомобиль классный хороший замечательный но вот в моем случае он показывает мне свой нрав и наверное я так хотел снимать видео что вот купив автомобиль и начав снимать видео мне волей судьбы даются моменты которые стоят освещения до чтобы не выдумывать и не высасывать тему из пальца но тем не менее вот такая ситуация все что я облазил что все что я видел и читал ничего плохого не видел не слышал да и мое мнение глубоко положительное хотя вот в следующем видео я для себя собрал те моменты которые на мой взгляд неудобны то есть они не критичны но вот с точки зрения использования которые присутствуют и самое главное наверное которые у всех есть это там то что сигнализация при выходе из машины с ключом срабатывает противным звуком крякает обращая привлекая внимание но у меня там около 20 таких моментов которые я вот заметил что мне не очень удобно так что был рад рассказать вам эту историю поделиться своими своими проблемами которые были решены и жду комментариев смотрите знаете что я не только про автомобили рассказанной про недвижимость но вот как-то так получилось что канал 1 направление 2 всем пока пока из санкт-петербурга до новых встреч до новых видео